Сколько у тебя ушей? Два? А сколько ушей вам нужно? Это более сложный вопрос. Конечно, мальчики или девочки могут слышать только одним ухом. Олесь родился в Белоруссии со слухом только на одно ухо. Он появился на свет на месяц раньше срока. Его вес был меньше, чем у других детей. Когда ему исполнилось три месяца, мама привезла его к врачу. Во время обследования он обнаружил, что Олесь слышит только одним ухом. Мама Олеся была потрясена. Она работала с глухими детьми. Она любила их так же сильно, как и слышащих детей. Но она и представить себе не могла, что ее собственный ребенок не сможет слышать обоими ушами. Она думала, что врач должно быть ошибся. Поскольку она работала с детьми, которые не могли слышать, она знала, как самостоятельно проверить слух. Что она и сделала. Но тесты показали, что маленький Олесь действительно не слышит одним ухом. Тем не менее, мама Олеся все еще не хотела в это верить. Она отвезла его в специальную больницу для детей с нарушениями слуха. Врач провел собственные тесты. Мама Олеся наблюдала за тестами на мониторе. Она видела, что происходит в ушах Олеся. Одно ухо выглядело нормально, а другое нет. Она видела, что помочь ничем нельзя. И она начала плакать. Однако доктор сурово посмотрел на нее и спросил. «Почему вы плачете?» «Ваш сын слышит одним ухом, и этого достаточно». Вернувшись домой, мама Олеся плакала и плакала. Потом она обратилась к Богу. «Почему ты позволил этому случиться?» – спрашивала она. Через некоторое время она включила музыку на телефоне. Заиграл красивый гимн. Он назывался «Ближе мой Бог к тебе». Мама Олеся слышала этот гимн много раз, еще когда была маленькой девочкой. Но впервые она поняла, что Бог действительно рядом с ней. Для нее было важно осознавать, что Бог рядом. Но она все еще не хотела верить, что Олесь никогда не будет слышать одним ухом. Она продолжала разговаривать с Богом. «Ты можешь все», – говорила она. «Если ты дал жизнь моему сыну с одним ухом, ты можешь исцелить его и дать ему жизнь двумя ушами». Прошло три месяца. У отца Олеся был день рождения. Но ему не хотелось ни торта, никаких подарков. Он хотел только, чтобы Олесь слышал обоими ушами. «Наш сын будет слышать», – сказал он. «Бог сделает этот подарок на мой день рождения». Они помолились и отвезли Олеся в больницу на очередную проверку слуха. Очередь была большая, и им негде было присесть. Мама Олеся несла его на руках, и он казался таким тяжелым. Наконец врач позвал их. Когда он закончил проверку, он сказал, «Ваш сын прекрасно слышит обоими ушами». Мама Олеся не могла в это поверить. Она была так счастлива. «Это Божье чудо!» – воскликнула она. И действительно, это было чудо. За три месяца до этого мама Олеся видела на мониторе его уши. Она понимала, что ни один врач не сможет помочь Олесю. Но великий врач, Иисус Христос, исцелил ее мальчика, и теперь он мог слышать обоими ушами. Отец Олеся плакал от радости. Он был так счастлив, что Бог сделал ему такой чудесный подарок в день рождения. Сегодня Олесю шесть лет, и он прекрасно слышит обоими ушами. Благодаря своему слуху он учит и рассказывает библейские стихи. Он поет песни. Он хочет стать врачом и помогать другим мальчикам и девочкам. Ведь он точно знает, что его слух – это Божий дар. Субтитры создавал DimaTorzok